Беседа на слова апостола. 2 Коринфянам 11.1 «Ой, если бы вы потерпели моему неразумию!» Были несколько снисходительны. «Люблю я всех вообще святых, особенно же блаженного Павла, сосуд избранный, трубу небесную, невестоводителя Христова. Я сказал это и объявил любовь, какую имею, к нему, для того, чтобы сделать и вас участниками в этой любви. 3. Любящие плотской любовью справедливо стыдятся признаваться в ней, так как и самих себя срамят, и слушающим вредят, а любящие духовной любовью пусть никогда не перестают исповедовать ее, потому что этим прекрасным признанием они доставляют пользу себе и слушателям. 4. Та любовь – вина, а эта – похвала. 5. Та есть ненавистная страсть души, а эта – радость, веселье и лучшие украшения души. 6. Та производит вражду в уме любящих, а эта уничтожает и существующую вражду и водворяет в любящих великий мир. 7. От той не бывает никакой пользы, но еще великая трата денег и какая-то неразумная издержка, извращение жизни, всецелое расстройство домов. 8. А от этой – великое богатство правых дел, великое изобилие добродетелей, притом любящие, благообразные тела и увлекающиеся красивыми лицами. 9. Если сами мерзки и безобразны, от пристрастия к тому не получают прибыли для устранения собственной уродливости, но еще оказываются более мерзкими и противными. 10. А при этой любви – совершенно напротив. 11. Любящий святую, благообразную, блестящую и прекрасную душу, хотя бы сам был мерзок и безобразен, хотя бы сам был самый мерзкий из всех людей, 11. От постоянной любви к святым скоро сделается таким же, каков любимый им подлинно. 12. И это дело человеколюбия Божия, что тела безобразно, невозможно их эти тела исправить, а душу мерзкую и безобразную можно сделать блестящую и прекрасную. 13. От благообразия тела не может быть никакой выгоды, а от красоты души может произойти столько благ, сколько свойственно приобретать тому, кого любит Бог. 14. Об этой красоте и Давид, воспевая в Салмах, говорит, Салом 44, 11. 15. Слыши, черри, смотри и преклони ухо твое, и забудь народ твой и дом отца твоего. 15. И вожелай, царь, красоты твоей, ибо он Господь твой, и ты поклонись ему. Разумея здесь красоту душевную, которая приобретается добродетелью и благочестием. 16. Итак, если столько бывает выгоды для имеющих общение со святыми, то участвуйте со мной в любви и будем любить святого Павла с великой силой. 17. Если это любовь войдет в нашу душу и вожжет блестящий пламень, то хотя бы она нашла в наших мыслях что-нибудь чернистое или каменистое, сухое и бесчувственное, она одна уничтожит, а другое размягчит и сделает нашу душу некоторую широкую и тучную пашню, способную к принятию божественных семян. 18. Никто не говори мне, что Павла теперь нет, что невидим для наших глаз. 19. И как можно любить того, кто невидим? 20. Для этой любви нет никаких препятствий. 21. Можно любить и отшедшего, и незримо приветствовать, особенно когда каждый день мы видим столько и таких памятников его добродетели, устроенной по всей земле церкви, 22. Неспровержение нечестия, перемену порочной жизни на лучшую, уничтожение заблуждения, разрушение жертвенников, замкнутое капище, безмолвие демонов. 22. Все это и тому подобное произвела сила слова Павлова, воодушевляемая божественной благодатью, и повсюду вожгла блестящий пламень благочестия. 23. Вместе с такими правыми делами мы имеем от него и святые послания, которые в точности изображают нам черты этой блаженной души. 24. Поэтому, как бы беседуя с самим Павлом, присутствующим и пребывающим с нами, с усердием будем слушаться написанного им и следовать внутренний смысл сказанного, 25. Узнавать, что значит слова, изреченные им сегодня. 25. О, если бы вы несколько были снисходительны к моему неразумию, но вы и снисходите ко мне. 2 Коринфянам 11.1 Ибо я ревную о вас ревностью Божию, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистою девою. 26. Что говоришь ты, Павел? 27. Повелевая ученикам поступать благоразумно со внешними, говоря, слово ваше да будет всегда в благодати, приправлено солью, чтобы знали, как отвечать каждому, молясь о всех, чтобы они исполнились премудрости духовной. 27. Сам ты говоришь, о, если бы вы были несколько снисходительны к моему неразумию. 28. Недостаточно ли было бы для тебя громко сказать какое-нибудь неразумное слово, а ты еще объявляешь это ученикам и не ученикам только объявляешь, но через послание делаешь это известным и всем последующим людям. 29. Видите ли, как должно не просто пробегать сказанное, но тщательно исследовать каждое слово. 30. Если просто прочитать это изречение, то оно возбуждает недоумение в слушателях, а если исследовать его, то оно показывает великую мудрость Павла, великое его благоразумие и неизреченную попечительность. 31. Что же значит это изречение? 31. У Коринфян было много лжиапостолов, которые развращали их, обвиняли Павла, подрывали его славу, какую он имел у учеников, иронически осмеивая его и обвиняя в хвастливости. 32. Против них он направляет речи во многих местах послания, именно когда говорит, ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, 2 Коринфянам 2.17. 33. Также, когда говорит 2 Коринфянам 11.9, ибо недостаток мой восполнили братья, пришедшие в Македонии. 34. Да и во всем. Я старался и постараюсь не быть вам в тягость. Почему же так поступаю? 35. Потому ли, что не люблю вас, Богу известно, но как поступаю, так и буду поступать, чтобы не дать повода ищущим повода, дабы они чем хвалятся, в том оказались такими же, как мы. 36. И выше этого он говорит причину. 36. У вещевая учеников не поставлять его в необходимость показать им свою силу, говорит так. 37. Прошу, чтобы мне по пришествию моем не прибегать к той твердой смелости, которую думаю употребить против некоторых, помышляющих о нас, что мы поступаем по плоти. 38. Те самые, о которых он говорит, это иронически на него клевеща говорили так. 39. Послания его имеют многую надутость и бессмыслицу в словах, а сам он ничтожен, малоценен и негоден. 39. Поэтому, если бы он пришел сюда, он показался бы не заслуживающим никакого внимания. 40. Выражая это, он и говорит. 40. Впрочем, да не покажется, что я устрашаю вас только посланиями, так как некто говорит, в посланиях он строг и силен, а в личном присутствии слаб, и речь его незначительна. 40. Потом, обвиняя самих коринфян, соблазнившихся, он говорит так. 11. Согрешил ли я тем, что унижал себя, чтобы возвысить вас, потому что безмезно проповедовал вам Евангелие Божие? 41. И снимая с себя эту вину, он опять говорит, 10.11. 41. Такой пусть знает, что каковы мы на словах, в посланиях заочно, таковы и на деле лично. 42. Итак, у них было много лжеапостолов, которых он называет, 11.13, лживыми делателями. 42. Лжеапостол, лукавые делатели, которые принимают вид апостолов христовых. 43. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света. 44. А потому и невеликое дело, если служители его принимают вид служителей правды. 45. Но конец их будет по делам их. 46. Так как они, выдумывая бесчисленные на него клеветы, вредили ученикам, убеждая их иметь неприличное о нем мнение, 47. То он вынуждается, наконец, приступить к изложению собственных похвал. 48. Потому что небезопасно было долей молчать. 49. Поэтому, намереваясь изложить нам собственные подвиги, откровения, которые он видел, и труды, которые подъял, 49. И желая показать всем, что он делал это невольно, насилуемый. 49. И потому что видеть необходимость, он, однако, назвал это безумием, сказав, 50. О, если бы вы несколько снисходительны были к моему неразумию. 50. Я, говорит, намереваясь сделать неразумное дело, хвалить и прославлять самого себя. 51. Но причина этого не я, а поставивший меня в такую необходимость. 51. Вследствие этого призываю вас удержаться и за теми вину считать. 51. И посмотри на благоразумие Павла. 52. О, если бы вы несколько были снисходительны к моему неразумию. 53. Ибо я ревную о вас ревностью Божию. 53. Он не тотчас приступил к изложению своих похвал, но предварительно высказал еще несколько слов. 54. Не почти кто-нибудь меня неразумным, а если не так, то примите меня, хотя как неразумного, 55. Чтобы и мне сколько-нибудь можно было похвалиться. 55. И после этих слов не осмеливается приступить к предмету, но сдерживает свое стремление. 55. Потом опять отступает и медленно, сказав несколько других слов, он продолжает. 56. Что скажу, то скажу не в Господе, но как бы в неразумии при такой отважности на похвалу. 57. Как многие хвалятся по плоти, то и я буду хвалиться. 58. Ибо вы, люди разумные, охотно терпите неразумных. 58. Вы терпите, когда кто вас порабощает, когда кто объедает, когда кто обирает, когда кто превозносится, когда кто бьет вас в лицо. 58. К стыду говорю, что на это у нас не доставало сил. 59. И тогда, наконец, после столь многих оговорок, отважно взялся за изложение своих похвал. 59. Как конь, намеревающийся перескочить крутую стремнину, устремляется, чтобы переброситься, но, видев пропасть, обессиливает, отстраняется, а потом, видя, что всадник сильнее побуждает его, он опять берется, опять испытывает то же самое. 59. И чувствуя необходимость, и насилие долго стоит и ржет на краю пропасти, чтобы, ободрив себя, отважно осмелиться на это дело. 60. Так и блаженный Павел, намереваясь как бы броситься в некоторую стремнину, в изложение собственных похвал, однажды, и дважды, и трижды, и многократно отступает и говорит. 61. О, если бы вы были несколько снисходительны к безумию моему. 62. И еще. Если не так, то примите меня как неразумного. 63. И еще. Говорю, как бы не в Господе, но в безумии, ради похвалы. 63. И еще. Так как многие хвалятся по плоти, то и я похвалюсь, ибо вы сносите легко безумных, будучи мудрыми. 64. И еще. Если они дерзают, то в безумии говорю, смею и я. 64. И многократно, назвав себя неразумным и несмысленным, он потом уже едва осмеливается приступить к прославлению самого себя. 65. Евреи они и я. Израильтяне и я. Семя Аврамова и я. 66. Христовы служители. В безумии говорю, я больше. 66. И здесь он не остановился на самом себе, но опять делает оговорку, продолжая так. 66. Не в мудрости, говорю я это, а как бы в безумии. 67. И здесь не стал, но после изложения всех своих похвал, говорит, я дошел до неразумия, хвалясь. 67. Вы меня к всему принудили. Вам бы надлежало хвалить меня, ибо у меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов, хотя я и ничто. 68. Он как бы так говорит. На тех я не обратил бы никакого внимания, если бы ваше состояние было твердо, если бы вы не уклонялись и не поколебались, потому что хотя бы они постоянно говорили о нас худо, мне не было бы никакого вреда от их поношения. 69. Но так как я вижу, что паства развращается и ученики отступают, то я счел неважным тяжкое и неприятное дело и вынужден быть безумным, излагая похвалы самому себе для вас и вашего спасения. 69. Таков обычай святых. Если они сделают что-нибудь худое, то торжественно это показывают, каждый день стонут и делают открытым для всех. Если же что-нибудь благородное и великое, то скрывают это и предлагают забвению. 70. Так и этот святый Павел грехи свои, когда никто не насиловал, часто вспоминал и торжественно показывая, то и говорит, Иисус Христос пришел в мир спасти грешников, из которых я есть первый. 71. Той говорит, благодарю укрепляющую меня Христа Иисуса. 1 Тимофея 1.12. Господа нашего, что он признал меня верным, определив на служение. 72. Меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, напомилован, потому что так поступал по неведению, в неверии. 73. И еще 1 Коринфянам 15.7. 73. Потом явился Якову также всем апостолам, а после всех явился и мне, как некоему извергу. 74. И я меньше из всех святых, и мне до нас я благодать. 74. Видишь ли, как он называет себя самым последним, не только из апостолов, но и вообще из всех верующих, говоря, «А мне, наименьшему из всех святых, была дана сия благодать». 75. Так он называет себя недостойным даже спасения, которое получил, потому что, сказав, что Иисус Христос пришел в мир спасти грешников, из которых я первый, 75. Он послушай, какую приводит причину на это. 1 Тимофею 1.16. «Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной». 75. Смысл этих слов следующий. 76. Не за достойную перемену жизни я избран, не думая этого, но для того, чтобы никто из живших во зле или враждовавших против Христа не отчаивался, 76. Видя спасенным последнего из всех, того, в сравнении с которым никто не был так враждебен Христу, 76. Христос сказал о нем, «Ибо он избранный мой сосуд, чтобы возвещать имя мое пред народами и царями». 77. Диане 9.15. А он, нисколько не надмиваясь такими похвалами, после такого ободрения продолжает уничижать сам себя, называя сам себя первым из грешников, 78. И изъясняя это, что он помилован для того, чтобы никто из преданных к крайнему злу не отчаивался в своем спасении, 79. Глядя на него и оказанное ему человеколюбие. 79. Итак, грехи без всякой необходимости. Он каждодневно и торжественно показывает во всех своих посланиях, 80. Клеймя и делая их очевидными не только тогдашним людям, но и всем, имевшим быть после. 80. А похвалы свои он излагает и тогда, когда видит необходимость, медлит и уклоняется. 80. Это видно как из того, что он многократно называет это дело безумием, 80. Так и из всего времени, в продолжении которого он умалчивал о своем дивном и божественном откровении, 80. Потому что не два и не за два и не за три и не за десять перед тем лет, 80. Но гораздо прежде он был зрителем его. 80. Для того он обозначает и самое время, выражаясь так, 80. Знает человека во Христе, который лет 14 тому назад восхищен был до третьего неба, 80. Чтобы ты знал, что он не сказал бы об этом вслух, 80. И тогда, если бы не видел настоятельной необходимости, 80. Если бы он хотел выставлять свои достоинства, 80. То сказал бы об этом откровении тотчас же, 80. Когда видел или в первый, во второй, или в третий год. 81. Между тем он 14 лет был тверд и молчал. 81. И никому не высказал, но коринфянам только. И при том, когда? 81. Тогда, когда увидел, что народились лжеапостолы, 81. Показывая этим, что он не сказал бы и тогда вслух, 81. Если бы не видел такого распления, происшедшего в учениках. 81. Не так поступаем мы, а совершенно напротив. 82. Грехов своих мы не помним и один день. 82. И когда слышим других, напоминающими о них, 83. То раздражаемся, досадуем, считаем это заносчивостью 84. И осыпаем их бесчисленными поношениями. 84. Если же сделаем какое-нибудь малое добро, 85. То часто говорим о нем и напоминающим об нем 85. Изъявляем благодарность и считаем их друзьями, 85. Хотя Христос постановил напротив, 86. Добрые дела забывать, а грехи помнить. 86. Это изъяснил он нам, как увещанием, 86. Которое он преподал ученикам в словах. 87. И когда сделаете все, тогда говорите, 87. Мы рабы ничего не стоящие. 87. Лука 17, 10. Так и притча о фарисеи, 87. Которому он предпочел мытаре. 88. Как этого оправдало воспоминание о грехах, 89. Так того погубило воспоминание о правых делах. 89. И иудеям Бог преподал такое же увещание, 89. Сказав, я езнь заглаждающий преступления твои ради меня самого, и не вспомяну. 90. Ты же помни. Исайя 43. 25. 315. 90. Таков был обычай апостолов, таков пророков и всех вообще праведников. 91. Так Давид постоянно вспоминал о грехе своем, а о правых делах никогда, разве только когда был вынужден. 91. Когда варварская война охватила иудеи, и все было исполнено опасностей, тогда он, будучи еще юношею и неопытным в войне, оставив овец, пришел в стан и, найдя всех в ужасе, страхе и трепете, не испытал этого человеческого чувства и не предался страху, видя своих домашних сделавшимися малодушными. 91. Но возвышаясь верою над всем видимым и обратив взоры к царю небес, исполнившись великой ревности, подошел к воинам и братьям, обещая освободить их от обдержащей опасности. Когда братья стали смеяться над словами его, потому что они не видели внутри его помазывающего бога и души его благородной, достигавшей до небес и исполненной великого любомудрия, тогда, оставив их, он отошел к другим. 91. Когда же он был приведен к царю и нашел его помертвевшим от страха, то сначала восстановляет его дух и говорит 1 царь 17.32. И сказал Давид Саулу, пусть никто не упадает духом из-за него, раб твой пойдет и сразится с этим филистимлянином. Так как тот не верил и говорил, не можешь ты идти против этого филистимлянина, чтобы сразиться с ним, ибо ты еще юноша, а он воин от юности своей, то по необходимости Давид наконец вынуждается высказать себя похвалами. А что он не желал этого, он доказал прежним поведением своим, не сказав ничего о своих правых делах ни братьям, ни воинам, ни даже самому царю, пока не увидел его недоверяющим, спорящим и препятствующим идти против врага. Да и что оставалось ему делать? Замолчать ли похвалы? Но тогда царь не позволил бы выйти и освободить от обдержащей опасности. Поэтому он, молчавший, когда следовало, увидев обстоятельства, заставлявшее его сказать, уже не молчит, но говорит «Раб твой пас овец у отца своего, и когда, бывало, приходил лев или медведь и уносил овцу из стада, то я огнался за ним и нападал на него, и отнимал из пасти его. А если он бросался на меня, то я брал его за космы, и поражал его, и умерщвлял его. И льва и медведи убивал раб твой, и с этим филистимлянином необрезанным будет то же, что с ними, потому что так поносит воинство Бога живого. Ибо кто этот необрезанный?» Видишь ли, как он объяснил, почему сказал он о своих правых делах. Тогда только, только тогда уверившийся царь наконец повелел ему выйти. И вышел он, и сразился, и победил. Но если бы он не высказал похвал, то царь не доверил бы ему этого единоборства. Не доверив, не позволил бы ему выйти на борьбу. Не дозволив этого, воспрепятствовал бы этому правому делу. А если бы положено было препятствие этому делу, то и Бог не прославился бы тогда, и город не избавился бы от окружавших опасностей. И так, чтобы не случилось столько неуместного, и не было препятствий столь великому домостроительству, Давид принужден был сказать о своих подвигах. Как молчать святые знают, когда нет никакой действительной нужды, так и говорить умеют, когда видят настоятельную необходимость. 316. И не на нем только, но и на Самуиле можно видеть то же самое. Он управляет столько лет народом иудейским, так как желал Бог, никогда не высказывал о себе слух ничего великого, хотя и мог, если бы хотел сказать многое как-то о своем воспитании с самого первого возраста, о пребывании во храме, о своем даре пророчества с детства, о последующих войнах, о победах, которые он одержал, не оружием защищаясь, но воюя с Божьим благословением. В прежние времена не говорил ничего такого. Но когда же он намеревался отказаться от управления, вручить власть другому? Тогда, наконец, вынужден был высказать похвалы себе, и притом слабо. Созвав весь народ в присутствии Саула он сказал. Первое царство двенадцать один. «Вот я послушался голоса вашего во всем, что вы говорили мне, и поставил над вами царя. И вот царь ходит перед вами, а я составился и посидел. И сыновья мои с вами. Я же ходил перед вами от юности моей до сего дня. Вот я. Свидетельствуйте на меня пред Господом и пред помазанником его. У кого взял я вала, у кого взял осла, кого обидел и кого притеснил, у кого взял дар и закрыл в деле его глаза мои, и я возвращу вам». А какая, скажешь, была необходимость говорить это? Многое и великое. Так как он намеревался ввести в управление имя Саула, то желая посредством оправдания себя научить его, как должно управлять и пищись о подданных, он самих подчиненных представляет свидетелями своего любомудрия. И это делает он не во время своей власти, чтобы кто-нибудь не сказал, будто они из боязни и по страху перед ним свидетельствовали о том, чего не было. Но когда он оставлял управление народом, и дела правления перешли к другому, и не было никакой опасности для обвиняющего, тогда он и входит в суд с ними. Между тем, если бы это был кто-нибудь другой, то стал бы злопамятствовать против иудеев и не захотел бы иметь преемником своим начальника справедливого и умеренного не только по злопамятству, но и для того, чтобы его самого больше хвалили. Подлинно бывает у начальников эта ужасная болезнь. Желание, чтобы приемники их власти были худыми и порочными. Если сами они были благородны, то думают сделать все более блестящими. Если приемники их власти не будут такими же, а если они порочны и развратны, то думают, что зло последующего начальника будет защитой собственной их порочности. Не таков был этот блаженный, но он желал, молился и домогался, чтобы иудеи получили многим лучшее правление. Так он был нежен, так чист от зависти, так свободен от тщеславия. Он искал только одного – спасения людей. Поэтому при защите себя он преподал наставления их начальнику. Так как с одной стороны призвать царя и сказать ему «Будь справедлив и умерен и неподкупен, никого не насилуй, не делай несправедливости и не жадничай» было бы тяжело и неприятно имевшему слышать это. А с другой стороны, молчание было бы предательством в отношении к народу, то он под видом защиты себя сделал то и другое и того научил, каким должно быть царю и в наставлении избег неприятности. По-видимому, он заботился только о себе, но научает того, как и каким образом должно пищить о подданных. Рассмотри, с какой тщательностью он доказывает свое непричастие к взяткам. Он не сказал, не отнял ли я у кого-нибудь из вас полей или золота на того, что дешевле всего. «Обух», — говорит он. Потом объявляет нам и другую великую добродетель свою, так как многие из начальников. Если они воруют, то бывают справедливыми, умеренными и ласковыми не сами от себя, но по принуждению совести, потеряв дерзновение вследствие кражи. А неподкупные бывают тяжкими и неприятными опять не сами от себя, а по некоторому тщеславию и вследствие своей неподкупности. И чтобы то и другое совместилось в одном человеке, это видеть нелегко. Но этот святой, желая показать, что он был выше того и другого, преодолевал им здаинство и гнев после того, как сказал «Взял ли у кого вала, осла, обидел ли кого, у кого взял дар, закрыл в деле его глаза мои, и я возвращу вам». Смысл слов его следующий. Никто не может сказать, что я хотя не брал, но потому что не брал был тяжким и неприятным и грубым и диким, поэтому он и сказал «Я возвращу вам». И отвечали «Ты не обижал нас и не притеснял нас и ничего ни у кого не взял». А чтобы ты знал, что он говорил это и в наставлении самому царю, он присовокупил «Свидетель на вас Господь и свидетель помазанник его в сей день, что вы не нашли ничего за мною». И сказали «Свидетель», показа и внушая нам то, что это свидетельство не было сделано из угождения ему, для чего и призвал вас свидетели самого ведущего тайное помышление. Это и служит доказательством чистой совести. Потому что никто, разве только совершенно взбесившийся и иступленный, никогда не призовет Бога в свидетелей своей совести, если не будет весьма уверен в самом себе. Когда таким образом они засвидетельствовали слова его, то он указывает еще на другую добродетель свою, напомнив о всем древнем, бывшем в Египте, о предстательстве Божием и последующих войнах. Он напоминает о сражении, бывшем при нем, и неожиданной победе, и сказав «Как часто они за грехи свои были предаваемы врагам, как он призывал Бога и избавлял их от врагов, и совокупляя новое с древним, продолжает так. Тогда Господь послал и Раваала, и Варака, и Фаи, и Самуила, и избавил вас от руки врагов ваших, окружавших вас, и вы жили безопасно». Видишь ли, как святые обыкновенно не говорили о своих добрых делах, разве иногда по принуждению? Поэтому и Павел, взирая на них и тщательно умеряя себя, потому что говорить что-нибудь о самом себе тяжело и несносно, он и сказал «О, если бы вы были несколько снисходительны к моему неразумию». Немного, но несколько, потому что и по нужде он готовился не обильно излиться в изложении похвал себе, но кратко пробегает их, и это притом для слушателей и их спасения. Как без нужды говорить о собственных подвигах крайне безумно, так при настоятельной нужде и при побуждающей необходимости молчать о делах своих было бы предательством. Впрочем, Павел, и видя необходимость, медлил и называл это дело безумием, чтобы ты узнал его благоразумие, мудрость и великую твердость, сказав 11.17. «Что скажу, то скажу не в Господе, но как бы в неразумии, при такой отважности на похвалу. Не подумай, говорит, что я скажу об этом всецело. Потому особенно я и прославляю его, и удивляюсь ему, и называю его мудрейшим, что он считал безумным делом хвалить и прославлять самого себя. Если же он, видя необходимость, называл это дело безумием, то какого могут удостоиться прощения, какую могут иметь защиту те, которые без нужды говорят много о самих себе или заставляют говорить и других? И так, зная это, не будем только прославлять сказанное, но и подражать, и соревновать, и забывая о правых делах своих, будем всегда помнить о грехах, чтобы вы могли себя и умерять, и, простираясь вперед, получить награду Вышнего звания, благодатью, человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с Которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь ныне и пресно и во веки веков. Аминь». Аминь.